друзья всем привет как вы уже могли понять из названия сегодня у нас будет отзыв владельца рассказывать про свой автомобиль будет молодая прекрасная девушка которая была уже в наших видео про volkswagen jet и как опять же вы могли понять из названия этот автомобиль будет audi q5 2012 года ну а все подробности нюансы и тонкость эксплуатации непосредственно она расскажет сейчас о своем автомобиле поехали и 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 ну здравствуй татьяна поздоровайся со зрителями начинается то же самое как с джетой давай соберись ну здравствуй ну если вкратце можно дальше каково это здравствуй татьяна расскажи нам пожалуйста про свой автомобиль более подробно как давно владеешь сколько проехала почему выбрал именно q5 с таким мотором бензин дизель давай всю инфу нам дай пожалуйста автомобиль почему дела тоже дешево было что подвернулась то и взяли ну то есть у тебя не было конкретно прям цели взять q5 когда выбирал автомобиль просто хорошей цене нашла его и да хорошо то есть что-то может конкретно рассматривать когда к покупке людей было по барабану была сумма определенная что вылетит по хорошей цене то и возьми ну я вспомнил то что мы смотрели ауди а4 а5 да хорошо я очень рад что ты смотришь данный видеоролик ну давай попробуем совместить приятное с полезным если у тебя когда-то возникала мысль можешь ли ты быть полезен как-то обществу как ты можешь быть полезен и кому то я могу порекомендовать тебе благотворительный фонд красно-белые сердца я вышел этих ребят через своих знакомых я знаю лично волонтеров знаю лично директора этого фонда и я верю в то что все перечисленные средства доходят до своего нуждающегося получателя все средства используются во благо все данные такие как сайт соц сети и реквизиты для переводов я оставлю под этим видео помни что самая маленькая помощь это уже большое дело поэтому если в твоей голове есть мысль заниматься благотворительностью то это как раз тот самый момент а мы продолжаем расскажи какой здесь мотор какая коробка и какие вообще бывают здесь моторы коробки что посоветуешь например вот людям если они хотят купить купить на что обратить внимание что лучше обойти страну здесь 20 211 бензин дизель вот коробка здесь классически прежде всего это роботы в стройнике аля усиленные дсдшки максимально надежная а кпп роботы мишу которая почему же чего за счет того что у них отрыгивают методроники сцепление на пробег 80 60 тысяч километров если мы берем бушку это может вообще сокращаться до 50 тысяч километров то есть если искать вибрация у машины и если там не знаю на трогайте с вибрацией затупы по коробке точно умирает готов там 100 плюс на ее ремонт если мы берем двигатель и двигатели все у нас цепные цепные моторы еще у меня тоже примерно сотка умирает она по разному то есть у себя на машине я поменял на 150 только ездили на ней максимально аккуратно поэтому может быть она так и дожила если мы берем там моторы другие все зависит от эксплуатации тебе может умереть пробега так и на показала практика дизеля они получатся к ней у людей надо все-таки обращать внимание на форсунок потому что если они там засираются что форсунок у нас сейчас очень высокая хорошо давай вообще расскажем то есть про автомобиль а то мы сразу уже начали с технички до автомобиля выпускается с 8 по 12 год это у нас дорест q5 в кузове 8р дорестайлинг рестайлинг 12 по 17 здесь моторы есть как бензиновые так и дизельные бензиновые в основном 20 наверно самый распространенный мотор но разные мощности они есть я так понимаю наверное вот надува турбина это зависит ли это разные мотора есть 180 6211 причем вот эти вот 20 есть 11 есть как на автомате классическом вот какую татьяну здесь стоит коробка ztf8 8 ступка хорошая надежная кпп которая стояла и у меня на 8 audi и сейчас у меня на бмв стоит гран туризма пятерки тоже за 8 и равны x5 они ставятся на пятерки бы мы в общем действительно хорошая коробка которая себя зарекомендовала довольно таки надежный понятный и относительно простой в обслуживании если мы сравниваем с тем же роботом а по дизельным мотором здесь есть 20 дизель есть 30 дизель преимущественно они совмещаются либо с механической коробкой передач либо с роботом то есть наверное дизель на автомате это прям редкость не знаю были ли вообще у нас в рф такие либо же не было на купятах честно говоря ни разу не встречал не знал а вариатор на переднем приводе на полу просто если например судить по другим audi там по а5 по а4 то ты сама прекрасная что вариатор с передним приводом идет вот поэтому я думал что на этих купят их в принципе столько полные не встречал их на моно приводе а есть моно и бензин ну наверно тоже редко для нашего рынка я знаю что есть купят и и даже лонговые но опять же это не для российского рынка поэтому не будем о них друзья наша команда уже несколько лет занимается подбором автомобилей с пробегом привозим автомобили из-за границы в зависимости от ситуации в мире места это могут быть разные страны зарубежья скажем так но мы в этой теме давно мы в этой теме плотно сидим и если вам нужно подобрать автомобиль любого ценового диапазона любого года возраста мы сделаем это самым наилучшим образом у нас есть много высококвалифицированных специалистов у нас есть соответствующее оборудование и мы всегда относимся с пониманием и слышим наших клиентов поэтому если ты как раз в поисках автомобиля а теперь ты знаешь кому обратиться давай расскажем на каком пробеге ты взяла этот автомобиль сколько по времени примерно ты уже проехала сколько километража проехал оригинальный пробег и так далее ну наверно примерно так да вот год проездила меньше года что делала вот за это время цепь поменяла но и знала я брала с учетом того что надо будет менять цепь не берем цепь это натяжителя по ценам сориентируешь примерно все запчасти по сработать до так хорошо расскажи может быть какие то есть нюансы по данному автомобилю то есть например если человек хочет покупать себе рассматривать покупки какой мотор ты бы посоветовал в целом на какую комплектацию что в принципе есть приятного в комплектациях полная ли у тебя комплектации чего-то не хватает не полная комплектация не однозонный климат такая комплектация близко к минимуму а мы лука аудиосистема такая старенькая уже все не вентиляшка ничего если только подогрева только подогрева ни руля ничего больше не только подогрева сидений или обычные дальние слайны нету памяти сидений они электро как бы да хотя бы регулировка на этом спасибо новым остальном да чего еще может быть давай подумай не хватает до полный с того что мы назвали из конкурентов у данного автомобиля что мы можем сюда отнести хорошо если серьезно x3 бмв да а мерседес галка может быть не знаю как у нас сюда сможем ну наверное галка я думаю мальку уже будет больше гораздо наверно галка да вы смотрите на в этом бюджете как мне кажется там audi будет более конкурентоспособны в плане комплектации полным привода своих каких-то плюшек мне кажется ауди все-таки более интересно соглашусь да если вот x3 glk или q5 я бы наверное себе тоже выбрал q5 хорошо повторюсь еще раз на каком моторе на какой там коробке ты бы посоветовала покупателю рассматривать такой автомобиль коробка на пробегах коробка автомат ну то есть если мы берем робот то он должен быть только обслуженный со всеми чеками вот только выехал сервисы грубо говоря если мы берем автомат то вот он хорошенький главное масло время менять и все по двигателям у них есть 20 211 если мы берем бензин двухметровый до 0 225 225 у него больше уже на арестах на арестах вообще не было либо уже вот двенадцатого года можно найти но они лет не редкость прям вообще редкость 225 у них уже исправили массажер у них нет таких проблем с фазорегуляторами то есть мы берем 225 сил они уже домодернизированы доведены до ума поэтому я бы рекомендовала такую связку на 225 силы классический автомат если мы берем все-таки дорис да именно этих годов 211 сил и автомат также 211 сил они достаточно надежные но любят поджирать масло главное смотреть сколько ну вот давай раз уж ты сама завела эту тему какой жур масла у тебя на автомобиле литр на три тысячи километров то есть я считаю это немного потому что даже в руководстве по эксплуатации audi пишет что литр на тысячу это норма как по мне это много здесь литр на три тысячи ну то есть там от замены до замены если менять раз хотя бы в 6 тысяч в семь то пару литров скорее всего надо будет долить приемлемо или нет решайте сами а почему например не визит можно я не настаиваю я просто хочу понять и чтобы вот человек понял я сама для себя там не хочу дизель не готова еще к нему но в целом их надежный дизель 3 литра дизель а это старый достаточно мотор они идут он тоже с либо с роботом либо с автоматом можно я повтору пробежался я не увидел ни одного дизеля на автомате то есть только робот может быть они и есть может быть их сейчас не продают не знаю так и 20 на автомате очень мало да но вот я к тому что дизель есть ли вообще на автомате напишите если знаете я думаю что должен быть это наверное будет самое лучшее сочетание 3 литра дизель на автомате но я вот к сожалению не увидел по ценам сейчас в данный момент конец ноября 23 года разбег вот на автору опять же автору можете за рекламу закинуть от миллиона это прям самый низ рынка и до двух с половиной я увидел сейчас задорист за один на один первая цена а потолок у 2 и 5 опять же если не хотите много вкладывать автомобиль то по низу рынка лучше не смотреть на либо смотреть очень-очень тщательно хорошие автомобили никто просто так дешево продавать не будет вы должны это понимать что еще расскажешь данной машине в целом например вот если у тебя был сейчас вариант взять ее снова взяла бы или что-то другое смотрела понравилось она тебе за год владения либо же оставила только какие-то неприятные мне понравилось я была всегда уверена в том что выхода на улицу на подведет никак единственно что да как и на многих флагах свечи катушки это расходник но вот я когда купила поменял свечи катушки и сейчас там особо не парит поэтому если бы у меня был выбор я взяла ее снова то есть получается на вскидку примерно за год владения но чуть меньше чем за год у тебя по вложениям получилось наверное чуть больше ста тысяч рублей я так понимаю но опять же поменяли цепь это в принципе одно из наверно самых основных крупных вложений почти в любом современном автомобиле на той же а8 это там x2 x3 поменять цепь здесь все проще здесь мотор не надо снимать насколько я понимаю тут можно долезть и спокойно произвести замену цепь тут не одна их три если менять все цепи то надо вывешивать на то есть мы имеем только центр и то она стоит так что можно подлезть ты меняла одну цепь давай подумаем какие плюсы вот ты можешь выделить в этом автомобиле что тебе понравилось прям какие-то особенности может быть и какие минусы что явно тебе в нем не нравилось это не нравится последний не нравится сразу пришло в голову то что вот стоечка вместе с колоникой они очень сильно загораживают обзор то есть там если идет человек по пешеходному переходу его банально не увижу потому что если видите белую q5 не переходите дорогу подождите лучше да это из минусов что еще некими минусов но это понятно но периодически ты жалуешься на сиденье до неудобные сиденья вот то что в обычной комплектации максимально неудобной системе болит спина так что у кого болит спина не берите ее так а плюсиков много багажничек с кнопочки удобненько главное не закрывать машину с ключами внутри опыт есть то о чем сейчас я вам скажу вряд ли относится к авто тематике но к сожалению каждый из нас с этим рано или поздно сталкивается уже много лет я занимаюсь ритуальными услугами организации похорон если вас это не дай бог коснулось вы не знаете как вам что делать то вы можете обратиться по телефону который вы сейчас увидите на экране он также будет под описанием этому видео и мы вам поможем все организовать от и до все подскажем все расскажем и в эту трудную минуту мы возьмем все обязательства на себя работаем преимущественно по москве и московской области но также возможно отправка и транспортировка в другие регионы россии а также за пределы россии встретить груз 200 из любой страны и так далее даже если вам просто нужна консультация и вам кажется что где-то вас обманывают вы можете позвонить по этому номеру и вас проконсультируют абсолютно бесплатно ну в принципе она очень комфортная для кроссовера то есть она не валкая я не могу там сказать что она валкая полный привод и клиренс вообще радуют там если живете где-то в области сугробы она не застревает нигде мне кажется по полям по полям тоже можно покататься вот то что ничего не умирает бессимптомно вот особенно вак мне нравится именно этим что всегда есть какие-то предпосылки к тому что умрет это вибрации ну наверное не всегда имеется опыт по автомобилю audi a5 который автомобиль сейчас стоит в сервисе на ремонте вариатора мы купили не так давно эксплуатировали ежедневно все было хорошо никаких там про буксовок предпосылок не было и просто в моменте стал пинаться буксовать сейчас на ремонте поэтому то что вагби симптомно умирает теперь я вдвойне не соглашусь может быть автомат классический да за тест но вариатор просто стал помирать в моменте у нас не предупредил об этом по поводу рулежки до подтвержу что действительно для кроссовера у нее довольно таки хорошая рулежка мне всегда нравилось вот почти год тоже эксплуатирую и так иногда рулежки довольно квадро про него много уже сказано в целом и вот полчаса назад мы чуть не застряли в сугробе но нормально выехали хотя наверное на каком другом полном приводе или же на моноприводе мы бы уже оттуда точно не выехали клиренс приятный то есть засадить ее можно было бы желание любой автомобиль можно засадить но наверно из той же там немецкой тройки и даже японцев если взять таких кроссовера полноприводные какие-то я думаю что audi покажет наилучшую проходимость в своем классе среди своих конкурентов данный автомобиль кстати сейчас находится в продаже возможно когда вы посмотрите это видео он уже продастся но может быть вам повезет и вы успеете забрать именно его ссылку я оставлю под видео до новых встреч ни гвоздя не жезла вам пока давай соберись дали салфетку нету тебя есть ты что это такое сапливую даешь все стимеет скоро давай готова это давно уже тебя хорошо хотя бы что-нибудь скажи здрасте забор покрасить все ты готова или готова это будешь нецепливая нецепливая выкинь ее ты смотри если чего в кадр они на меня больше ну здравствуй татьяна расскажи нам пожалуйста про свой автомобиль какого года как давно владеешь сколько проехал что делала по стандарту вопросу то же самое что же джетты давай поехали ауди у меня ауди купить двенадцатого года 8 и куда рассказывая то знаю ты все знаешь давай заново по новой миша все хуй ну давай хорошо готова аудио аудио Субтитры подогнал «Симон»